Продвогаты задают вопрос, кого вы считаете виновным, у нас спрашивают. Мы у вас спрашиваем, кто вернулся в этом виновен в данной ситуации, с этим же вы ходите. Ваше мнение? Лично моё мнение. Не как работника, а просто как человека. Вы, видимо, так внимательно не изучали эти материалы дела, что и вам и возможности, и, наверное, особого желания. Кто-то же виновен в этом деле. Конечно, конечно. Я сейчас ответил на этот вопрос. Я внимательно изучил эти материалы дела. Очень внимательно. Было довольно приличное количество времени у меня для этого, чтобы всё это смотреть. Изначально здесь, в принципе, виноваты проектировщики и значительной степени газа. В каком плане? В каком плане? Вот я поясняю. Первый. Неправильный был проект в составе, а газ дал разрешение на строительство. Мало того, что газ дал разрешение на строительство. Когда нулевой цикл заканчивается, когда нулевой цикл заканчивается, ну вы ноль-то понимаете, что такое, фундамент закрыли, там дается акт на скрытые работы. Акт на скрытые. Сейчас никаких документов нет. Мы не видим. Кто-то же это так подписал. Он же видел, что там ковырялись, топали-то. В пятом году ещё, в пятом году. А в шестом году дают разрешение на строительство. То есть грунт какой был там, видно долго. Хотя в показаниях есть, там, говорится, проводили частные геологические изыскания, заключения дали и прочее. Но эти семьи люди почему-то вышли по этому, как называется, по миссии, да? По миссии. Они дали неправильное заключение, короче, неправильный грунт, неправильный, короче, нулевой цикл. Я ещё раз хочу сказать. Я когда пришёл на работу, 29 января 2007 года, четвёртый этаж пятого, третий этаж шестого дома вёлся. Раз, полномочий каких-то. Ну, вы представьте, вы строите жилой дом, я приду, скажу, с чего вы строите, чем вы занимаетесь, что вы делаете? Вы скажете, это частная собственность, с какого отношения имеете? Есть специальный орган, государственный архитектурно-строительный контроль, который уполномочен, проверяет, контролирует незамисимо от формы собственности. Они проверяют, смотрят, какое состояние, что там и прочее. Есть ли этот государственный орган, имеющий областную структуру, неподчинённый мне, потому что у нас городской структуры, газка нет, есть только областная структура газа. Они подписывают, дают заключение, я естественно верю. Естественно верю. И мое мнение, например, как человека, что здесь, конечно, виновны проектировщики и те люди, которые дали разрешение на строительство дома. Пожалуйста, еще вопрос. Еще в объединительном заключении есть точная заработка. Дело было так, что начальника до строительства шло, какие-то этапы работы, может вы про это и сказали, скрытая работа, уже начались. И конкретно было написано, я не знаю вашу должностную на то время, что там было написано, как я обернулся, что вы имели право и остановить эти работы. Нет. Плюс дополнительно. Вы правильно говорите, правильно. Можно я еще раз? А, точно. Плюс дополнительно. Какая-то компания, организация экспертов. Они задним числом, чтобы исправить эти ошибки, делают задним числом все вот эти вот заключения, что якобы там уже строительные работы как бы разрешены для строительства. Я понял. Это подвинительное заключение есть, я просто с собой не взял. Давайте я сейчас произведу, я вспомню, о чем вы говорите. Почему вы вот в этот момент уже могли все приостановить? Все эти строительные работы. Ну, совместно, конечно, я не знаю, с ГАЗКО, со всей этой комиссией. Почему вот они все-таки дальше продолжили эти работы? Если в обвинительном заключении, значит, спецпрокурсор работал, они узнали, нашли эти ошибки. Почему глаза закрыли вы вместе с ГАЗКО, со всей этой комиссией? Глаза закрыли на все эти работы? Вот с чего. Это просто-напросто халатность. Глаза закрыли и все. Ах, появился за чем числом. Подождите, вы не совсем неверно трактуете. Это не госак. Это не госак. Не, не госак. Я имею в виду, что строительства конкретного документа, разрешающего на начало строительства, не было. Я поясню, я болел, о чем вопрос. Если сейчас правильно понял, сейчас мы, наверное, дружбу поймем. Вы правильно говорите. Там акт на скрытые работы был подписан, короче, задним числом. Вот об этом вы говорите. Правильно вы говорите. Это сейчас они, в общем-то, обвинение раскопало на шоу. Это было в 2005 году. В 2005 году. Но я каким образом мог знать об этих документах? Мне же представлялась только определенная категория количественных документов. Мне интересно, вот видите, вот так. Я правильно вас понимаю, но смотрите весь смысл. Вот эти все документы, которые проходили, о которых вы говорите, они проходили в ГАЗ. Они проходили. Каждый этап. Когда проходил этот момент, скрытая работа, когда началось строительство, все эти документы представлялись в ГАЗ. И они в ГАЗ смотрелись, там проверялись специалистами. Я только смотрю документы заключительные, заключительные. Внутреннее состояние документов я же не знал. И вот сегодня, когда я изучил эти 30 томов, я сегодня могу что-то сказать. За 5 рабочих дней я этих документов никогда бы не обработал и не посмотрел бы. Вот я к чему хочу сказать. Они все-таки позже были подписаны. Значит, у вас было время ознакомиться? Нет, они позже не были подписаны. Я же вам говорю, 28-го поступило документы. Заявление Тимошина на мое имя. 13-й был утвержден декабря Акимом Города. Подписаны были нами. И оставались они привожены в материал Акимата. Акимат, когда заседание проводил, он потом подписывал Аким Города распоряжение. Правда, это документ. Когда он считается уже документом? Когда он утвержден? Когда он утвержден? Африкат Города уже нет. Но, видите, я еще раз, если вы позволите, я вам пояснение все-таки. В законе-то не трактуется, чтобы в течение пяти дней утвердить. Там такого нету. В течение пяти дней подписать. Вы подписываете в течение пяти дней, а потом уже утверждаете Аким? Да, Аким. Потому что он юридической силы в ГОСАХ не имеет, пока Аким не подтвердили. Здесь, конечно, можно сказать, что он потом проходит юридическую службу Акимата и прочее, но это, я думаю, уже не столь существенно. Субтитры сделал DimaTorzok